Сколько в России отелей с скрытыми аквапарками и где они находятся? Ну где? Три в Москве, один в Питере, по одному в Тюмени и Екатии. Нет таких в Челябинске? Нет, а у нас есть. То есть мы находимся в первом в России комплексе с скрытым аквапарком, крутой гостиницей, а вот другого такого нигде нету. Мы потом прокатимся и на коньках, проедемся на картинги, спустимся с горы. Да-да-да-да-да-да-да. И здесь летом можно поплавать на Урале? Ну где такое есть? Нигде. То есть вот вам уникум. То есть место, где вы можете отдохнуть, но тема наша в другом. Тема наша, Новый год и все праздники. Вот о чем я говорю. Есть в городе места, вопрос как туда добраться стоит. Они, как правило, за городом и в юг. Здесь центр, развязки и такси. Мало того, поужинав, можно здесь и переночевать. Уж поверьте, цены небольшие. Вот, то есть от 350 тысяч рублей. Ну найдите, что круче. А? А? То есть и гости ваши, и вы сами это сделать сможете легко. А какое здесь удовольствие от еды. Уж поверьте мне, я-то много где питаюсь. С моей точки зрения, идеал. И почти так, как у моего сердцем любимого шефа. Ой, как мне нравится. Давайте все-таки объясним, почему я сюда приезжаю постоянно. Пункт номер один. Мы хотим сделать максимально более качественный вариант. По телевидению, естественно. И есть другой вариант по моему замечательному каналу Автостоп. Очень хороший вариант. И очень качественная работа. Потому что мы туда все это вам и объясняем, и показываем. И это вы должны понимать, о чем идет речь. То есть, примерно 10 лет я уже как бы этим делом занимаюсь. Ну не все меня, естественно, любят. Но с другой стороны, давайте все-таки оговорим, что такое мой канал Автостоп. Это история города Магнитогорска. Я ее демонстрирую для вас. И вы это, естественно, сможете посмотреть. Возвращаясь на круги свои. В прошлом моем сюжете мне сказали. Давайте все-таки определимся процедурой работы ресторана «Лагуна». Так вот, ресторан «Лагун» начинает свою работу с 7 часов утра. Мы в следующий раз покажем замечательный шведский стол, чтобы было понятно, как можно здесь с утрица-то перекусить. А сейчас мы покажем вам то, что вы можете кушать каждый вечерочек. То есть, вот это греческий шалат. Я его ел неоднократно. Вопрос, где и как его готовят. Это, естественно, вопрос. Вопрос, то есть, чего тут делается. Когда мы говорим о качестве, я вам говорю, не в каждом ресторане у нас их... Да, есть у нас большое количество ресторанов. Так это делают. Да что это такое! Да. Казалось бы, все достаточно просто. То есть, все режется кубиками. Но! Когда мы смотрим, из чего все это сделано... Вау! Сейчас! Будет рыба! Будет рыба! Да-да-да-да! Вот! Так вот, из чего здесь все делается? Мы не говорим об общем удовольствии. Да! А общее удовольствие здесь это очень хороший сыр. Очень хороший, грамотный сыр. Да. Потому что именно этот сыр, я не знаю, где его покупают, но когда вы вот это же дело сделаете и перекусите здесь, вы поймете, что лучшего варианта и нет. То есть, мы сейчас говорим не о сверхдорогих блюдах. Сегодня сверхдорогих блюд нету. Сегодня мы говорим о том, что вы можете вкусить когда у вас же скоро будут праздники замечательные. К слову, замечательные праздники вы можете делать пиздец. Возникает другой вопрос. Естественно. Как я быстро кушаю. Наши рестораны в некоторых случаях это отдельные места. Но в большинстве случаев ресторан такого уровня, он есть только один. Хотя я еще 250 раз подумал о качестве того ресторана, потому что я это здесь кушаю. но располагается он в жилом комплексе. А жилой комплекс не до этого возможности отдохнуть. К слову, отдых здесь такое же удовольствие. Ставить музыку и вот тогда при заказе банкета ресторан будет работать до вашего последнего. студента, естественно. И вы тогда поймете, что даже вкушая то, что я сейчас ем, вот эта штука разумительная. А теперь нам предстоит другое блюдо, тоже вкусное. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Рыбы-то я много вкушал, естественно, везде и всюду я ее вкушал, но Но в первый раз, в первый раз я в ресторане вкушаю то, что им водится у нас. То бишь в других ресторанах я вкушал морскую рыбу. А сегодня я хочу здесь вкусить обыкновенную речную рыбу. Рыбу из нашего... Того, что мы можем сами приготовить. Да-да-да-да. Что это такое? Это судак. Такой, какой судак. Да. Судак мы покушаем с пловом. Слова там. Плов. Здесь вместе с судаком... Да это что-то. Просто... Хм... Погодите. Подождите. Сейчас будет еще интереснее. В этот... В этот плов. Слушайте, это рис. Добавили еще и... Ммм, знаете, что я добавлю? Грибы. Потому что просто... Не видите, аж вылетают. Это просто изумительно. Это реально изумительно. Чем хорош судак. То есть мы не говорим про какие-то бешеные дела. Нет. Все, что мы вам показали... Вот эти два блюда. Это примерно... Ну, вот... 500 рублей. Может, шиба дороже. Не знаю. Ммм. Ммм. Как можно судака-то так приготовить? Ну, расскажите мне. Ммм. То есть... Это только начало. Только начало. Потому что мы вам показываем. Ммм. Да судак-то какой вкусный. Ммм. А он еще и с приправой. А приправа? Ммм. Во! Еще и приправа. Помидоры. А я понял наоборот. Что в помидоры добавляются... Ммм. Грибочки. Вот эта тема. Тема очень хорошая. Реально красивая и крутая. Ммм. На закуску у нас еще будет... Кофе-етчик. Кофе отличный. То есть, господа мои. Я вам показал два варианта. Которые вы, в принципе, можете... Поесть. И сделать этого постоянно. Потому что тот повар, который здесь есть... Изумительный повар. И будем надеяться, вы благодаря мне придете сюда. Потому что... Мест интересней краши, я вам говорю. То есть, вы здесь можете поселиться. Причем ценники не сильно большие. Вы здесь можете заказать то питание. И в прошлом сюжете я показал, что это чистая пятерочка. Другого варианта нет. Потому что такого уровня приготовления пищи, если честно, я буду честен. Я пока еще в Магнит-Горске не видел. Ну, видел, естественно. Кое-где. Но это идеал. Идеал. И он будет исполнен для вас. Так, куда найти? Ну, вы знаете, где хоп-парк расположен? Тех, кто не знает. Заядьте в город Магнит-Горск. Спросите у любого. Все вам покажут. Где вы можете просто хорошо отдохнуть. Получить удовольствие. От Нового года. Да и вообще. Просто что-то. Ну, просто что-то. Да. Вот эту тему надо запомнить. Сделать дома. Давайте все-таки определимся с ценой. Я много где кушал. Но такого уровня. И это либо Москва, либо лучшие курорты Турции и Египта. Да и, по-моему, все. То есть, я не любитель Америки. Там много. Но аромата нет. Я любитель Индии, Таиланда, Грузии. И гостиницы Лагуна. Есть и в городе место примерно такого же уровня. Но это другая сторона нашего Урала. И готовят только для одного. Вы просто попробуйте, а потом приходите сюда. Но все повара, и это одна из лучших частей магнитогорского поварского искусства. Есть типа такие повара. Но пока молчок. Надо будет скажу. А вот мнение человека, побывавшего за границей 13 раз. Из возраста 8 лет. В свое время мама и папа ходили сначала в аквапарк, а потом за блинами. А теперь есть способ легче. Теперь можно и покупаться, и в это же время до плавания. И перед плаванием можно поесть блины. Здесь есть разные блины. Есть блины с говядиной и с всякими другими. А есть не только блины, а еще есть другие и десерты, и напитки, и салаты, и многое другое. Даже есть блурокколи и пицца. Ценники хотите? А, будут вам ценники. Вот они. Я не думаю, что где-то круче. Вряд ли. У нас ближе только Тюмень. Но у нас есть комплекс, в котором есть все. И вы знаете это место.